Дэйзи С патронами Вооружен гаубицей И придумываешь себе задачи в стиле Мы убьем всех бандитов Это наскучивает еще быстрее В общем, Дэйзи уходит из твоей жизни С легким привкусом разочарования и скорби По так быстро достижимому могуществу А тут, значит, The Division Которую на этом Е3 я ждал больше, чем что-либо другое Замахала на горизонте своими деньжищами Заботливо зараженными вирусом Видимо, хотела напугать и заинтриговать Но я же жрал гнилые бананы И закусывал их разлагающимися помидорами Меня в принципе не может напугать ничего Ведь я погибал от той самой кровавой диареи Тиская в предсмертных муках М-очку Так что я был готов к тому, что По всей Америке Нас осталось немного Потому как даже мы не были готовы к такому За пять дней после Черной Пятницы Весь мир стал черным А люди Как люди Когда у тебя есть то, за что можно купить Все, что тебе надо И есть откуда достать это нечто То люди добры Но когда то, что давало тебе возможность Нормально существовать Превращается в главного твоего убийцу То все меняется Единственное, что не меняется Это ты И то, на что ты готов ради себя И некоторых близких На все Даже на убийство А после второго-третьего убийства Смерть становится твоей новой работой В Нью-Йорке больше нет спокойных мест Нет добрых соседей Есть банда изменившихся людей И превративших город в ад Без выдуманных демонов И они делают это не потому, что они злые А потому, что хотят жить А мы Мы делаем то, что делаем Потому что Должны спасти, что осталось И мы тоже убиваем Мир, он не черный И не белый Мы не плохие И не хорошие Они не плохие и не хорошие Просто мир серый Безжалостный И беспристрастный Ему плевать на все Он был И будет до нас И после нас Вопрос в том Будем ли мы А я даже не знаю Буду ли я завтра Вот такая непростая задача Встает перед нами в полный рост Не просто выжить А дать шанс Выжить целиком человечеству Которое даже В век высоких технологий И таких же моральных устоев Всего за неделю Может превратиться В первобытное общество Где власти нет в принципе А главное тот Кто пережил тебя Ну потому что Он жив, а ты нет Мы же входим в состав Некой организации Родина Которая и должна Сохранить Оставшись И это по сути весь лор Так что дальше уже К самой игре Первое что уже радует После демонстрации Нового геймплея На недавнем Е3 Это подтверждение того факта Что кроме поверхности Нью-Йорка В игре будут доступны Подземелья Появившись в метро И поглядев последние кадры Отправки поезда Где-то в темноте Нечто дзынькнуло Символизируя сокрытое Это конечно не метро 2033 Но путешествия по подземельям Тоже в общем Имеют место быть Что с учетом создания Игры на собственном движке Который Настолько неповторим окруж Что там даже банки С краской Или еще какой-то гадостью Треснув от пуль Заливается вокруг Ну и нельзя пройти мимо момента Захлопывающейся дверью И появление вмятин На жестяном листе Может вполне стать незабываемым А во мраке подземелья Еще и страшным Где на себя роль монстра Вполне могут взять люди Хотя тут работает Юбисофт И тут сразу же вспоминается Watch Dogs Но Дивижн пилит не Юбисофт А ребята из Massive Entertainment Не так чтобы конечно Прямо сильно знаменитые Но успевшие выпустить Несколько неплохих стратегий А из чего-то Про людей Работающие только На DLC к Ассасину Но в любом случае То что они показывают Радует уже в том числе И в дневниках разработчиков Где показывают вообще По идее Раннюю-раннюю Альфу Правда это все Опять же внешне Не менее важно Как оно играется Ну и тут в общем После того же Опять же Е3 Пока горчает только Какой-то Заторможенный Аи врагов ПВЕшных Ведут себя не очень странно И совсем не опасно В остальном Имеется праведное Переосмысление Дейзи В котором смысл Не только в том Чтобы прокачать себя Причем таким образом Что поменять активные навыки Можно в любой момент Да и предела Как бы не будет Все доступное Откроют сразу Главное Качаться и учить А и в том Чтобы сколотить с друзьями Допустим Свою банду И обзавести свои базы Которая Все непременно пригодится Ведь у нас таки Появилась глобальная Выполнимая Заветная цель Спасти остатки человечества Если поначалу Все будет происходить В Манхэттене То постепенно Продвигаясь все ближе К выполнению глобальной задачи Мы будем открывать Все новые территории В соло при этом Или в кампании Это уже смотреть нам Можно и так и так Но даже если не в соло И без друзей То обещать Что игра сама Будет подбирать нам Сопартийцев Так чтобы Их игровой стиль Соответствовал нашему Про пвп при этом До сих пор молчок Хотя оно и заявлено было И даже типа продемонстрировано Но Конкретики пока нет И до чего же печально Было то что на этом Е3 Сообщили что игра Выйдет только в 2015 году Очень обидно Ввиду того что Это был один из Очень малого Количества проектов На выставке Который действительно Интересно попахивал Я повторюсь опять Смысл Это чего не хватает В DayZ А здесь у нас имеется Очень красивая DayZ со смыслом И на ПК На Иксбоксе И на PS4 И на всем чем только угодно Ну а пока В общем ждем новую инфу Ждем и саму The Division Ну и пыримся на красоту А скоро мы снова К вам вернемся С Wildstar А может даже С Warhammer 40000 Eternal Crusade На этом же у меня пока что Все И всем все Спасибо